Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Darkwood. Нужно поискать проход в другой части леса, этот тоннель никуда меня не приведет. Да, чё же я тогда здесь делаю? Шлюз открылся. Вот этот что ли? Видимо эта дверь чем-то подперта с обратной стороны. Нет ребята, ничего подобного. Лопата поднять. Осмотреть. Погоди-ка, это что тут такое? Что это за срань? Странное мясо у неё ещё. Напоминает мне какого-то слезнюка, знаете, который тут застрял и что-то хочет сказать. У тебя только одна попытка. На что у меня одна попытка, а? Ахламоныч. Ну, я как понимаю здесь ничего больше нету и нам что, просто выходить отсюда? Да, немножко глупо как-то получается. Спустились. Взорвались. И теперь надо обратно подниматься. Ящик пустой. Ладно, хорошо. Но у нас здесь совсем другая цель. Труппешник пустой абсолютно, как барабан. Ещё один труп. Да где же мои идеи, эти рюкзаки-то, а? Потерявшиеся. Мне нужно срочно их найти. Я без часов уже просто не могу. Мне они нужны, чтобы ориентироваться здесь. Тихо, 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 тихо. Не надо здесь никаких шорохов. Смотрите-ка. Ползунок, а? Ползает гад. Иди сюда, Ахламон. Вот так вот. Ощипыш. Ощипанная курица. Одним словом. Давайте-ка сюда поднимемся. Я даже не знаю, был я здесь или нет. Уже всё позабывал. Ну, по-моему, нет. Хотя гнёзда пустые. Труп. Угу. Значит, не был я здесь. Стоит подняться сюда наверх тогда. И тут у нас... Что это такое? Так. Одежда. Пусто. Ножичек. Это пригодится нам. Рюкзак. Вот. Вот. Ребята, мы с вами нашли деталь от компрессора. За которой, в принципе, я сюда и отправлялся. Но это полдела сделано только. Теперь мне нужно найти мои рюкзаки, где лежат часы. Что-то я ни хрена тут не вижу. Как-то вообще темно. Что тут вообще происходит, а? Блин. Такое впечатление, что здесь что-то интересное лежит, но мне этого не видно. Ладно. Одно радует, что мы все-таки нашли с вами запчасть для компрессора. Теперь мы сможем с вами накачивать воздух в баллоны и, надеюсь, куда-то уплыть. Я не знаю, сколько сейчас времени, но такое впечатление, что уже поздновато. И, наверное, надо потихоньку уже возвращаться к дому, чтобы не попасть по полной программе. Так, давайте выбегать тогда отсюда помаленьку. Нам еще придется через дом пройти. Да-да-да. Хотя можно, наверное, здесь вкруглую. Нет, не получится. Здесь у нас ящик. Он нас не пропустит. Черт, тупик, что ли, я не пойму. А, нет, все нормально. Ну, что там заскрипело, а? Не надо мне сейчас никаких тут приключений в данный момент. Погоди-ка, что здесь такое было? А, просто проход. Так, погоди-ка, погоди-ка. Да я не вру... А, совсем в другое место. Надо выше подниматься. Да-да-да. Слушайте, такое впечатление, что уже наступает ночь. Нужно вернуться... О, елки ты, Палки. О чем я вам и говорил. Успею ли я теперь добежать-то, а? С такого расстояния. Да откуда ты взялся-то, урод, а? Так, выкуси тогда он. Блин, я на него потратил драгоценное время. Не надо тут еще ящеров мне. Черт, идет, идет, идет. Сматываемся. Не будем возюкаться. Нам нужно успеть. Я уже подозреваю где-то часов восемь на данный момент. Елки-палки, сейчас будет очень-очень темно и начнет вылазить всякая срань. Я уже даже начинаю немножко путаться, куда мне идти. И вообще в правильном ли направлении я двигаюсь. Так, вот оно, еще одно болото. О, куда я пошел? Вообще не в ту степь. Ёлки-палки. Вообще ничего не видно. Просто мгла. Так, ладно. Попробуем все-таки успеть. Вот, еще немножко здесь пробежать и будет наше убежище. Как говорится, до него рукой подать. Ну, из-за того, что я нифига не вижу, что тут происходит. Врезаясь во всякие... А, вот и колодец. Все. Так, теперь нужно нам найти генератор. Где он тут? Я уже и забыл. Что такое потухший костер? Нафиг он мне нужен? Так, генератор. Ёлки-палки. За каждую кочку. За... За все, что... Тихо. Оу. Да ладно. Пожиратели, ребята, пришли. Мне просто некогда. Вот, вот, генератор. Все, нафиг. Быстрее забегаем. Дэч. Оу. Посмотрите, что происходит. Они вдвоем просто меня зажали. Да. Это нежданчик, честно говоря, для меня. Очень плохо. Ну, еще раз повторю. Потому что не было часов у меня на руке. И я даже не в курсе был, сколько время. Как видите, уже было достаточно поздно. Все это забираем. Компрессор, конечно же, мы с вами починим. Так, тихонько. Главное тут аккуратненько пробежать. Вот он. Ну-ка. Давай-ка его сделаем. Ну, я думаю, что теперь можно брать кислородный баллон. С его помощью я могу наполнить пустые баллоны кислородом. Ну, неужели? Так, вот она, наша троица стоит. Давайте продадим хлам. Торговать. Так, ну, патроны, естественно, мы забираем. Больше пока ничего не нужно. И продаем. Так, посох, камень, лезвие топора. Хотя лезвие топора нам пригодится, наверное. Вроде бы как все. Больше ничего у него хорошего нету здесь. Ладно. Давайте вот так еще сделаем. Все. Хотя у нас есть с вами нож, который можно было бы тоже продать. Ладно, фиг с ним. У нас еще не забывайте задание. Найти мой рюкзак, который мы потеряли на радиовышке. И я сейчас, естественно, побегу туда. Буду его искать. Выложить практически нечего. Топор. Можно. Да, можно, но в данный момент у меня почему-то нету ингредиентов. Металлолома даже нету. Странно все это. Тогда можно вот это выложим. Так, я думаю, что тяжелая лопата. Блин, ее надо починить мне. А для этого нужны доски. Ладно, ребята, побежали мы, короче, на эту. На радиовышку. По-быренькому найдем. И вернемся уже сюда. Ну-ка, давайте-ка вырубим. И заодно посмотрим, как работает у нас компрессор. Использовать. Я заполнил все баллоны. Ну что же. Отлично. Теперь бежим уже точно на вышку. Ну, я не знаю. Ну, давайте еще раз сбегаем наверх. Ну, я вроде бы там не был с рюкзаком. Он где-то должен быть ниже. Потому что до сюда я тогда не успел добраться. Поэтому погибнуть я здесь не мог. Ладно, это детеныш Банши тут валяется мертвый. Что тут такое? Кстати, да, уже светло. Может быть, мы сейчас с вами что-нибудь здесь разглядим. Гнилой гриб. Нафиг он мне нужен? Тут все пусто. Вот сюда мы тогда с вами не пошли. Точнее, пошли, но было темно и ничего не видно. И у нас тут три могилы, что ли? Почему-то мне именно три могилы это напоминает. Так. Ну, у нас лопата с вами покоцанная. И копать здесь почему-то нельзя. Хе. Погоди-ка, что здесь мелькает? Мешок. Странный гриб и странный рисунок. И какой-то, по-моему, чувачок здесь распят. Или мне так кажется? Смотрите, и вороны вокруг него лежат. Что за жуть, а? В общем, здесь ничего нету для меня полезного. Ой, елки-палки. Да и фиг с ними, в принципе. Грибы эти не нужны они нам. Ладно, будем продолжать искать рюкзак. Не, ребята, пора отсюда сматываться. Я не знаю, сколько сейчас времени, но думаю, что, наверное, поздно. Не хочу опять погибнуть зазря. Давайте будем выбираться отсюда. И уже вернемся опять же в следующий раз. Будем опять искать свой. Какой-то ненаходящийся рюкзак. А может быть еще светло. Вроде как вижу все. Причем довольно далеко. Хотя у меня, не забывайте, фонарь стоит. Он дает дополнительное освещение. Ладно, не будем рисковать. Я облазил там практически все. Осталось, наверное, два местечка еще заглянуть. Сейчас переночуем у нас в убежище. И уже со свежими силами рванем еще разок. Я надеюсь, это уже будет последняя у нас попытка. Мы все-таки его найдем. Так. Я знаю, что где-то здесь должен быть вот он. Сработано было довольно неплохо. Я считаю, сейчас, да, прям в башню. Без всяких повреждений для себя. Ну что, где-то вот здесь должно быть уже убежище у нас. Недалеко. Вот, по-моему, вот эту болтиночку мы пройдем. Ну да, так и есть. Все-таки днем намного приятнее ходить и легче ориентироваться, где что находится, чем ночью. Тут камень он нам не нужен. Так, это у нас куски от грибника. Нет, по-моему, все-таки еще довольно светло. Так что, наверное, рано я прибежал сюда. Ну, перестраховаться не помешает. Ну, как обычно, один поставим на входе. Вот сюда влепим. Так, окно мне надо, наверное, заколотить. Давайте его забьем. Так, один на входе. По идее, под окном должно быть. По капкану. Здесь есть. Так, с этой стороны двери тоже есть. Ну, вот так вот, в принципе, и будем с вами встречать наших гостей. Так, один капкан еще у меня остался. Коктейль молотого есть. Давайте-ка, наверное, мы его тоже поставим. Вот куда-нибудь. Вот сюда. Потому что, мало ли, будут ломиться в окна. Сразу же попадает в капкан. Я его добиваю. В общем, все по старой схеме. Не буду я прятаться за дверь. Буду стоять именно вот здесь. Как-нибудь поближе еще бы сместиться мне туда. Прям под самый капканчик. Вечеринка в полном разгаре. Ждем гостей. О, нет, только не ты. Не смотрю, не смотрю. Не смотрю я на тебя, блин. Черт подери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько их сейчас будет? Срочно, срочно нужно коктейль молотого. Да брось! Вот это да. Ну, я даже не знаю, как это назвать. Это просто уже западло. Все, сейчас меня эти банши тут и положат. Давай, ты сматывай. Что, что, что произошло? Не могу понять, что тут вообще происходит. Давайте-ка, наверное, вот так сделаем. Нафиг. Всех по коцую. Сдохните. Так, тут еще их многовато. Вот так вот будет достаточно им. Ух ты, жук по блину полз. Да, заварушка, да, получилась нехилая. Ну, почему-то баньши, детеныши ее от меня отстали и начали бегать по дому. В общем, мне это только на руку сыграло. Давайте заберем все эти металлолом. Ай, не хватает маленько досок, чтобы новую дверь сделать. Блин, жука бы этого побить. Что, что он там делает? Я не знаю, чем именно он там занимается, но мне не нравится это. Что-то разбрызгивает, по-моему, да? Смотрите. Да. Под стул спрятался и начинает там херней заниматься. Ладно, мы будем здесь стоять и не шевелиться. Но когда утро-то наступит уже, а? Ах ты, чертов ты, жук! Все, я теперь понял, что он делает. Он расплескал здесь плесень. Смотрите-ка, где верстак, там тоже плесень появилась. Вот он какой гад. Блин, если бы я знал, что он так будет делать, я бы его, естественно, прибил бы под этим стулом. А так было интересно, что он там сделает. Так, давайте-ка подправим немножко здоровья. Ой-ой-ой-ой-ой, как плесень-то разрастается. Прям на глазах. У меня есть, ну, в принципе, у меня и коктейль молотого, если что. Могу сделать факелов. Ага, факелов. У меня не хватает досок на них. Что это такое? Почему темно стало? Вы прикалываетесь, да? А, ну этот-то, дружище, нам не страшен, в принципе. Ну что же, наступает утро. Надеюсь, сейчас никто не прибежит. Дадут мне дожить до утра, до рассвета. Чтобы я смог уже отправиться на эту вышку, найти свой рюкзак. Да и продолжать уже, в конце концов, какие-то делать полезные вещи. У меня уже кислородные баллоны есть заправленные. Пора уже куда-то отправиться вплавь. И мы переходим с вами, ребят, на 47-й день. Троица, 250 очков репутации мне дали. Теперь мне надо как-то отсюда тихонечко выбраться, чтобы не отравиться. Давай, 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 давай. Все отлично получилось у нас. Выключаем. Оу, а тут-то как поросло все. И верстак. А, у нас окошко есть. Да-да-да, это очень хорошо. Здесь мы можем вот так вот бачком. Не хватает, что у нас на факел? Блин, тряпок. Нужно купить у троицы тряпок и сделать себе огонь. Ну-ка, ребятушки. Давайте свои тряпки сюда торговать. Две тряпочки, да? Это на один факел, что ли? Блин. Так, забираем патроны. Патроны, патроны. И давайте продадим, наверное, вот так. Камень. Вот это все, трихомудию. Остальное нам пригодится. Да. Да, подтверждаем. Этого нам хватит. Так. Ну-ка, пойдемте с вами сделаем факела. А, тихонько. Чуть не упал туда, в эту слизь. Блин, один факел всего сделал, а? Давайте начнем, наверное, вот с этого места. Потому что это, извините, меня комната спасает. Я здесь ночую. Поэтому ее будем в первую очередь очищать. Поехали. Вот так вот. Косим, косим, трим траву. Избавляемся от плесени. Гори ты адским пламем, а? Так. Все здесь, да? Последнее. Отлично. Давайте. Да, блин, не хватает досок опять. А дверь-то надо сделать в любом случае. Так. И здесь мы начнем тоже жечь. Хорошо-то как идет, а? Ну. Да елки-палки, погас. Не погас. Я его об дверь нечаянно разбил. Факелочек-то свой. Гори. Гори дальше. Ну и, в принципе, все. Еще кусочек маленький остался здесь. Все. Зачистка у нас прошла великолепно. Что мне здесь нужно? Мне почему-то не хватает немножко минералов на броню. А броню бы я бы, конечно, с удовольствием сделал. Как-никак, дополнительная защита. Так и побежим, наверное. Прямо с факелом наперевес. Ладно, не будем время зря томить. Отправляемся за моим рюкзаком. Не, ну серьезно, это что? Аномальная зона какая-то. Куда он мог отсюда вообще исчезнуть? Ой, тихо. Это что такое? Не смотрю. Он меня не видит, что ли? Что он там вообще стоит делает-то? Ноль. Вообще ноль реакции. Странно. Глюканул, что ли, а? Браток. Или хочешь меня подловить? Банч, да? Такая тварь. Какая ты мерзкая, а? Грибы. С клювом таким. Полуворон, полуфиг знает кто. Полуулетучая мышь какая-то. Очень странное существо, короче. Ну, тем не менее, оно здесь почему-то просто стоит. И кого-то там оплакивает. Уж не знаю, кого. Да и знать не хочу. Мне нужен мой рюкзак. Все. Я уже, ребят, не знаю, где его тут искать. На карте нарисованы две точки, блин. Все. Оббежал уже. Что только можно, так ничего и не нашел. Так и буду здесь, наверное, зависать, блин, неделю. На этой херне пока не найду. Нет, можно, конечно, купить себе часы и все это. У продавца. Но нафига я буду тратить деньги, когда я знаю, что у меня есть свои? Ладно, еще сделаем одну попыточку, пробежимся. Или я просто его не замечаю, где-то он лежит в таком месте. Но, насколько помню, я только начал играть, банши меня сразу же разбомбили. Значит, это должно быть где-то от начала игры. От начала, точнее, этой радиовышки. В эти дебри я еще не успел добраться. Ох ты. Гриб и железный колокольчик. Мы с вами находим. Почему-то раньше я этот мешочек не проверил. Почему-то очень странно. Слушайте, неужели уже опять темнеет? Обыскать. Тут нечего уже обыскивать. Ну, а что остается? Только на выход. Здесь ничего у нас нету, пусто. Все, мы здесь с вами были. Погоди-ка. Ёлки-палки, вот он рюкзак. Ребята, самый-самый мой наилучший с часами. И время сейчас в данный момент 2 часа. Третий час. Все, нефиг нам здесь делать. Все, что нужно, я здесь достал. Часы свои вернул. Сматываемся отсюда к ядрине фени. Больше мне здесь абсолютно ничего не нужно. Здесь ничего. Как пройти-то? Я уже забыл, ёлки-палки, от радости. По лесу как-то. Так, по-моему, здесь должна быть тропинка. А, все, понял. Нам нужно... Погоди-ка. Пустой. Нам нужно бежать опять этот дом. Пройти вдоль него. И да, в принципе, там будет уже выход у нас. Так с вами и поступим. Так, 3 часа, да? Грубо говоря, мы сейчас с вами пока добежим до дома. Может быть, нам по пути куда-нибудь заглянуть? Да нет. Наверное, мы все-таки добежим до дома. Переночуем ночку спокойно. А уже на утро куда-нибудь отправимся. Да, будем делать именно так. Это второй час ночи. И так спокойно. Прямо даже жутко от этого спокойствия. Эй, ну хоть кто-нибудь крик... Оу, ёлки-палки. Вот тебе накаркало, а. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Вот этого мне не нужно сейчас. Тёмной этой атмосферы. Ну хоть скалопенру бы сразу замочили. А то могла бы мне тут шороху-то навести. Будем стоять возле света. Хотя можно, знаете, что попробовать? Лампочку пододвинуть. Вот сюда. Я знаю, что эта фигня боится света. Но, как видим, ей пофиг. Она только разрослась, по-моему. Да-да-да, так оно и есть. Ну-ка, отойдём подальше от неё. Что она в себя там всасывает? Какие-то перья чёрные, да, смотрите, летят. В это тёмное облако. Непонятно чего. Оу, уже фонарь поглотила почти. Ну всё, всё, хорош. Побуянили и хватит. Исчезай. А хотя, в принципе, нет. Не надо, не исчезай. Давай до утречка здесь побудь со мной, чтобы никто больше мне здесь не мешал. Не показалось или кто-то тут хрюкал сейчас? Нет, наверное, показалось. Ну что же, пол шестого уже радует. О, не-не-не-не-не-не, не надо исчезать. Давай-давай, буянь. Всё. Блин. Давайте обратно в свой закуточек встанем. Осталось тут всего два часа прождать. Давай-давай, солнышко, вставай, родное моё. Ну где ты там? Что ж так долго? Мёртвая Склопендра. О, тихо. Не вовремя ты начал тут буянить. И это пёс. Скорее всего. Или трупоед, одно из двух. Но не тут-то было. Ну кто это? Это пёс был. В любом случае, я бы его убил бы. А мы с вами переходим на 48-й день. 250 очков у репутации мы получаем у троицы. Давайте возьмём всё, как говорится, по стандарту наши патроны. И уже, наверное, пойдём всё-таки в дом улитки. Хотя можно сходить и в деревню. Там же у нас тоже есть где поплавать. Ладно, сейчас мы с этим делом быстренько определимся. Честно говоря, я не знаю, прокатит или нет. Но пока не попробуем, мы не узнаем. В любом случае, её как-то можно вскрыть. Давайте вот так, наверное, да? Я боюсь, что слишком близко поставлю. И плюс ко всему, нам ещё надо будет её развернуть. Вот сюда влепим. Отлично. Так, разворачиваем её. Потому что мы будем с вами бить по вентилю. И она полетит. Ну, если уже баллон не поможет, то я тогда не знаю, как попасть вообще туда внутрь. Всё. Вот так вот. Ну, а теперь давайте... Давайте... Не попал. И боюсь. Вот так. И... Да, да, ребята. Нифига у нас не вышло. Дверь эту почему-то выбить нельзя. Ох, ладно. Будем тогда двигаться с вами далее. Мы в районе свалки. О, а это что такое? Подводный коридор. И у нас как раз баллоны есть. Но давайте осмотрим, что это за местечко такое. Я вижу пока лес. Ни черта не видно. Может быть, фонарик взять? Что у нас тут? А, ну тут ничего нету. Это просто небольшой был проходик. У меня есть тут... Ну, у меня есть фонарь, лампа. В общем, делаем так. Что это такое лежит, а? Ох ты! Да это ж... Это ж вертолёт, ребята. Нифига. Надо его пошмонать обязательно. Что в нём интересного будет? Так, здесь у нас везде тупик. Так, значит, убежать мы отсюда никуда не можем. Вся загвоздка в этом вертолёте. Странно. На нём ничего не отмечается. Взять мы с него тоже ничего... О, труп. Ух ты! Штурмовая винтовка! Вот это круть! Правда, она сломана... Ой, какой сломан! Она просто не заряжена. Так, в трупе ничего нету. Да, ну, не может быть, чтобы мы сюда пришли только ради того, чтобы поднять винтовку. Хотя, я не спорю. Наверное, вещи стоящие. Я ещё и не проверял, не стрелял с неё. Так что... Ну, наверное, нам надо с вами, ребята, возвращаться обратно. Так, третий час. Там ещё улитка нас ждёт. Давайте-ка мы, наверное, так и поступим. Так, ребята, вы мне говорили, что нужно идти по каким-то там нитям до упора. В общем, сейчас давайте посмотрим. Вот, органические нити, да? Это какие-то органические нити. Они немного пульсируют. На удивление, они довольно твёрдые и прочные. Я так понимаю, вот эта вот фигня нам мешает дверь почему-то не открыть. Смотрите, что происходит. Так, мы подходим к глазу, открывается ухо. То бишь, всё взаимозаменяемое. А пройти нам нужно именно вот туда. Ниже уха этого. Нити, по крайней мере, идут именно в том направлении. Как бы мне так сделать-то, а? Чтобы и глаз был активен, и ухо. Тут какая-то загадка. Ай, так. Органические нити. Вот они идут, идут, идут. Всё ниже и ниже. Да, как раз к тому уху. Ну, я не знаю, как его назвать там, в общем. Дребудень. Может быть, звездануть по ней топором, а? Тут. Нет, это бесполезно. Так, а если по этому? Тоже бесполезно. Что же делать-то здесь нужно? Как бы так ухитриться? Может быть, какая-нибудь лазеечка или секретик тут есть? Когда глаз меня видит, да, эта фигня открывается. Значит, мне нужно... Значит, мне нужно как-то открыть дверь. Так, время у нас шестой час. Ладно, ребята, мы с этим потом разберёмся. Нам надо бежать как можно быстрее домой. Но расстояние не близкое. Ну, а время сам Витя поджимает. Так что вперёд и с песней. Пока всё тихо. О, пачки. Вот тебе и тихо. Блин, Банша, ты заколебал уже, на самом деле. Так, 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 тихо. Я не смотрю на неё. Ребят, вы сказали не смотреть, она уйдёт. Но она не уходит почему-то. Понимаете, не уходит. Не хочет она уходить. Две! Да вы серьёзно, что ли? Вы издеваетесь сейчас надо мной. Сейчас же столько этих уродцев мелких сюда набежит. Ай, да как пройти? Застрял в этом углу. Да я что-то не пойму. Их три уже, что ли? Гнида. Давайте, наверное, вот так вот. О, 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 бегут, бегут, бегут. Я загорелся. И как всё это очень плохо для меня заканчивается, к сожалению. Заколбасили, гады. Очень-очень плохо. Причём, заметьте, да? Когда я погибаю, я не перехожу на следующий день. Потому что это день сурка, и он продолжается. Ой, ладно. Что, у нас с вами осталось здесь две незавершённые вещи. Это улитка и мужичок-коллега со своим деревом. Но это мы уже будем с вами делать в следующей серии. А на этом я буду завершать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся вскоре. Удачи всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»